Две гривны моральной компенсации и удаление поста в Твиттере. С такими требованиями иск в суд против Михаила Добкина подал президент греческого футбольного клуба ПАУК «Висис Фразис». Судиться с харьковским губернатором греки решили после оскорбительных публикаций в адресы клуба и футболистов в соцсети. На рассмотрение дела попала к судье Киевского районного суда Харькова Ирине Николаенко. Но на назначенном сегодня заседании судья объявила, представители ПАУКа прислали заявление, в котором просят оставить иск без рассмотрения. На само заседание в суд возле Журавлевки ИСЦИ тоже не явились. Не пришел и Михаил Добкин. Его интересы представляет заместитель мэра Геннадия Кернеса по юридическим вопросам Марина Стаматина. Ответчики настаивают, дело нужно слушать. Во время заседания выяснилось, Стаматина не согласна с выводом эксперта-филолога, который по заказу ИСЦА анализировал высказывания Михаила Добкина. То, что слово, использованное губернатором в Твиттере, является бранным, не доказано, считает представитель ответчика. Все, что имел Михаил Омаркович, он выкладывал. А каждая особа надалее надает свое судение, соответственно, от своего життевого опыта, от своего уявления, вообще-то, как говорят, от своего русского воспитания. Я не могу с этого привода ниже что рекомендовать. В результате Харьковский суд отказал греческому клубу в удовлетворении иска против губернатора Добкина. У задоволения позовом акционерного товариства «Сесолоникский спортивный клуб» в Константинополе, в СКК футбольное акционерное товариство, здесь из Фризис до Добкина, Михаила Марковича про захват чести, гидность деловой репутации и вычкодывание моральной шкоды и відмогу в духовном обсуде. Решение может быть сказано до операционного суду Харьковской области через суд первой инстанции. Будут ли греки подавать апелляцию, учитывая, что представители ИСЦА еще до начала заседания просили оставить иск без рассмотрения, пока неизвестно.